приветствует юрий всех своих зрителей и подписчиков ценных для меня на своем канале сегодня я вам расскажу что я сделал с увлажнителем на инкубаторе против хаоса значит стояла вот такая у меня значит хрень значит мисочка его комплектации осталось значит система работала вот это хорошо плюс стоял камень на 30 сантиметров помимо вентилятора кулера стоял вот такой вот камень 30 сантиметров и стоял вот такой компрессор от аквариума ставлю ставлю 1 и 2 ватта ребята на один канал работала эта система очень хорошо особенно работал хорошо именно аэратор на основе компрессора и камня ребята причина почему я эту часть изменил потому что сгорело у меня три мотора на 12 вольт сгорело потому что там шим регулятор стоит и если попадает какая-либо влага или попадает много пыли трудно ток увеличивается блок питания в защиту соответственно этот дергается а потом сгорает все таки сгорает ребята и это есть не его менять они у меня есть но это будет уже четвертые за два года ребята это не дело поставил и пять лет проблему знать не должен до обслуживал по обслужить помыть но никак для не меня потому что кто-то взял где-то в какой-то деревне и такой 1 амперный мощный вентилятор он не найдет правильно решено ставить 220 вольт это будет лучше потому что там обмотка изолированная и проработает такой где-то года два вечного ничего не бывает но он поработает больше но рано или поздно из-за пыли и за опять же тех проблем он выйдет тоже из строя поэтому было решено так как ультразвук я они есть у меня эти блоки ультразвуком я туманом этим ультразвуковым этим пользуюсь но применять я это не стал почему потому что они тоже ребята сгорают понятно есть 5 вольтовые маленькие маленькие инкубаторы можно ставить мало места занимают но такой большой инкубатор экономить как говорится на этом не надо что было решено крышку я снял и сделал сетку то есть обычную сетку оцинкованную вот из такой сетки запутался ребята сетки вот такая 1.6 толщина сетка это 25 на 12 5 на 25 вот из такой сетки я взял и сделал такую крышечку на крышечку я застелил вот вот такую сетку москитную от пластиковых окон подвязал ее амилюмининой проволочкой и все крышка у меня готова поплавок остался и снял я один вот такой вот камень и сделал поставил два таких же камня только открытых то есть магазины продаются открытые они больше диаметра вода и как раз покрывает и работают они со всех сторон просто забить его пылью и грязью невозможно будет этот камень стоял у меня вот так боком и он работала только эта часть маленькая маленький компрессор выдавливал с него хорошо пузырьков было много то а тот камень уже нужен компрессор побольше но это производительность его больше а их два поэтому было решено я просмотрел на озоне но на озоне такие стоили более 1000 рублей значит за 650 рублей ребята вот я покажу за 650 рублей я взял компрессор на 7 ватт два на четыре с половиной литра я его уже ребята установил синего цвета тоже был значит два канала у него между прочим выходы из нержавейки сделаны металлические производитель нормальный как таково был другой но мощность у этого 5 и 5 ваттный хорошего производителя смотрел намного меньше ребята 7 ватт эта вещь вот я взял вот такой за 650 рублей и установил вот это все я вам ребята сейчас приближу камеру к тому месту что я вам хочу показать просто вы увидите хотя бы о чем я говорю сейчас я открою ингубатор и вы все увидите посмотрите влажность набирает очень хорошо почему потому что с ним находится мощный вентилятор посмотрите какие пузыри огромнейшие пузыри на блоке есть регулятор переключатель больше меньше я поставил больше ребята вот это чудо я не жалею что вообще его купил и почему раньше я полностью на него уклон не сделал я не знаю и эта вещь работает круглосуточно он может работать ребята круглосуточно круглосуточно может вот эта вещь может работать круглосуточно надеюсь вам видно и вот что далее работает здесь прекрасно теперь ребята у нас ажиотаж пошел на инкубационное яйцо на цыплят а почему потому что я забыл да я говорил ребята что июньские цыплята вот они которые бегают вот ни один не помер да выводы были может быть не лучшие но ребята ни один из них не помер вот так 50 штук положил человеку я читал видеоролик выложил и вот как и здесь послабее которые да не слабее они нормальные все цыплята он даже еще плохо определенные которые какие-то рыжие были и то они прекрасно себя чувствуют значит звонят спрашивают за яйцо приедут на следующей неделе яйцо сейчас есть я посмотрел что августая птица хорошая я ее выращивал последнюю неделю августа середина недели августа тоже лично и так что сейчас у нас 9 07 9 июля и я считаю что два лотка лучше заложить потому что будет спрос на цыплята цыплят у меня не будет и цыплята у тех цыплят есть чуть-чуть падешь они давят друг друга что-то они в угол стремятся сегодня будем решать как это бороть то есть чтобы они друг на друга не насаживались придется на углы положить какие-то крупные тазики и лампочку на лад лампочки они чего-то не идут придут все в угол сбиваются их когда много они друг друга как бы понимаете вот проблема вот с этим а потом если он умер его еще могут и покрывать вот такие они звери но в остальном плане задохли расклеванных с ними проблем столько нету именно задавливают даже крупных задавливают примерно мелкие поэтому будем закладывать яйцо закладывать все и выводить это получается у нас сегодня если у нас 9 10 значит 31 если я не знаю в этом месяце 31 день или первого числа у нас вылупятся цыплята поэтому к тому числу то есть первому числу первому августу можно ждать будет цыплята эти цыплята будут тоже идти на продажу если нет остаются мне на молотку на родительское стадо поэтому сейчас петушки именно родительского стада последняя неделя августа и первая неделя сентября которые выросли прекрасные курочки несутся вот они сейчас у меня и работают эти петушки они правда на полтора месяца было ребята задержка я ждал яйцо пять месяцев пять с половиной но они у меня бегали на снегу выросли с лякоти и задержка была ребята полтора месяца и того они у меня занеслись пять с половиной месяцев не пять месяцев а 7 6 7 месяцев занеслись не пять с половиной а 7 месяцев занеслись ну вот задержка конечно есть но это не означает что птица будет плохо нестись несется прекрасно все она неслась у меня отдельно везде яйцо было каждый день яйцо нормальных размеров вот поэтому расклёва у птицы было немного три раза он был и все и будем говорить на улице в уличном содержании проблем вообще не было на выживание так говорится на этом я свой видеоролик заканчиваю как будем перекладывать яйцо смотреть что из него будет значит сейчас на яйцо идет скидка не 70 рублей штука не 60 рублей от сотни идет 50 рублей штука даже еще какую-то часть добавляю на неоплод потому что неоплод последний раз был чуть чуть увеличен он был 14 15 процентов ну и падешь кольцо на яйца из-за жары я это все понимаю поэтому цена 50 рублей и я еще чуть-чуть буду подарок докладывать потому что ажиотаж на яйцо небольшой но люди спрашивают и берут поэтому как-то так я тоже иду навстречу эту птицу содержать труднее воспитывать труднее потому что скоро заморозки вот за это время ее надо поднять а потом все будет хорошо на этом я с вами ребята проще на этом я с вами прощаюсь